МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, друзья! Потягивайтесь в своих постельках, укутывайтесь потеплее в одеяло и продолжайте спать. Ну ладно, шутки шутками, а собираться на работу все равно надо. Как ожидать подвохов от сегодняшнего дня? Ну а мы, Ксения Вербер и Кристина Шипилова, подготовим вас к 1 апреля, и тогда никто не сможет вас обмануть. Это программа «Утро Хакассии» на РТС, и мы начинаем! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 32 марта, так что не верьте новостям. И прежде чем сесть, проверьте стул на кнопке. И зайдите в банк онлайн, а не радуйтесь зарплате раньше времени. Кристин, ну все, остановись. Не раскрывай все карты раньше времени. Давай лучше посмотрим, как точно не нужно разыгрывать. Например, от такого у меня бы точно волосы дыбом встали. Фу, жуть. Пауки, хоть они настоящие, но мне бы не хотелось так проснуться. Хорошо, что мы не в Австралии живем. Согласна. Кстати, 1 апреля день тех, для кого пауки лишь закуска. Это птицы. Впервые день пернатых отметили в США в 1894 году. Дата проведения праздника выбрана не случайно. Как раз в это время из теплых краев возвращаются птицы. Сегодня есть повод купить семечек и подкормить путешественников. Да и тех, кто остался зимовать, тоже. Птичкам угощение явно понравится. Ну, а если вы поставите скворечник и будете подсыпать им вкусняшки каждый день, то вас смело можно записывать в героя. Подкормить следует и домового. Сегодня день его пробуждения. Ну и кто знает, что произойдет, если его не задобрить. Кузенька. Не пугай, малышка. Среди серьезных праздников это день рождения доллара. А вернее, создание знака, которым принято обозначать данную валюту. Историю происхождения рисунка до сих пор не выяснили. А вот шуточный календарь предлагает отметить день маленькой монетки. Одного цента. И еще один праздник – день забавного чтения. Копнем в сторону веселого досуга на первоапрельский вечер чуть поглубже и посвятим нашу рубрику «Пять фактов» комедиям. На пятом месте шоу Трумана. Представьте себе, что вы вдруг начинаете понимать, что все вокруг вас – декорации, а люди – актеры, притворяющиеся теми, кем они вам кажутся. Весь ваш мир оказывается большим телесериалом, где вы исполняете главную роль. Даже не подозревая об этом. Вся ваша жизнь – результат работы автора телешоу, который вот уже 30 лет смотрит вся планета. Начиная с момента вашего рождения. Фильм потрясающий. Смотреть в обязательном порядке не пожалеете. На четвертом месте. Назад в будущее. Подросток Марти с помощью машины времени, сооруженный его другом-профессором Доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается с своими будущими родителями, еще подростками, и другом-профессором совсем молодым. Легендарная трилогия вызывает умилительную улыбку, а проблемы, поднимаемые в фильмах, актуальны до сих пор. Шутки смешные, актеры восхитительны. На третьем месте «Джентльмены». Криминальная комедия про американца, который придумал схему нелегального обогащения с использованием поместья обедневших английских аристократов и очень неплохо на этом разбогател. Пронырливый журналист приходит к Рэю, правой руке этого американца, и предлагает купить киносценарий, в котором подробно описаны преступления его босса. Фильм сразу после выхода взлетел на вершины. Юмор. Бесподобен сюжет выше всех похвал, а нелинейное повествование забирает ваше внимание до самого конца. Строго рекомендуется к просмотру в кругу лучших друзей. На втором месте Иван Васильевич меняет профессию. Стоит ли рассказывать про этот фильм? Мне кажется, все знают инженера-изобретателя Тимофеева и машину времени, которая соединила его квартиру с далеким 16 веком, а точнее с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадает тезка царя. Пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский. Фильм легендарный. И пусть за окном не Новый год, но почему бы не посмотреть эту чудесную картину и вспомнить все уже ставшие крылатыми фразы. Меня опять терзают смутные сомнения. У шпака магнитофон, у посла медальон. Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю, ты на что царская морда намекаешь? На первом месте один плюс один. Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает помощники человека, который менее всего подходит для этой работы. Молодого жителя бедных кварталов Дриса, только что освободившегося из тюрьмы. Фильм повеселит вас забавными ситуациями, задорными словечками, а в конце может даже растрогать до слез. В Каире открыли такси для домашних питомцев. Сервис запустила супружеская пара, и такие услуги пользуются большим спросом. Удобно придумано. Муж ведет машину, а в это время его жена на заднем сидении делает все, чтобы четвероногие пассажиры в поездке чувствовали себя комфортно. Пара предлагает услуги по перевозке домашних животных в тренировочные центры и обратно, в ветеринарные клиники и даже в соседней провинции, без сопровождения хозяев. Помимо этого, супруги могут выгулить питомца или забрать с улицы бродячее животное. Правда, отловом они не занимаются. Кроме собак, они развозят по адресам щенков, кошек, обезьян и даже рептилий. А в будущем они надеются расширить свой бизнес и запустить приложение, помогающее найти машину для питомца. Такие вот новости без подвоха из Египта. А сейчас узнаем, что же происходит у нас в республике. Пострадавшие дольщики Абакана отметят новоселье уже в апреле 2022 года. Кстати, строительство уже началось. Речь о доме по улице Кирова, 214А. Подрядчик уже получил разрешение на строительство, утверждена вся необходимая документация, а городская администрация выделила земельный участок. Ранее 22 жителя республики попались на удочку мошенников, лишились денег и квадратных метров. Шести горожанам вернули деньги, остальные отметят новоселье уже в апреле будущего года. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии призывает жителей республики к голосованию. Речь идет об объектах, которые можно благоустроить в своих городах и районах. Это могут быть парки, скверы, площади или набережные. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на сайте 19городсреда.ру. Объекты, которые наберут большее количество голосов, будут включены в план проекта на 2022 год. Принять участие могут жители старше 14 лет. Проголосовать можно будет за одну из предложенных в списке территорий или за дизайн проект, уже включенного в программу благоустройства. Проект затронет 16 населенных пунктов республики. В Абакане открылся еще один пункт для вакцинации от COVID-19 по адресу Ленина 68А. На сегодняшний день в наш регион вакцина приходит небольшими партиями каждые 2-3 дня. Всего республика получила 25 тысяч доз. В начале апреля ожидается еще одна большая поставка. Это позволит направить медбригады на предприятия, в учреждения и сельские поселения. Привывку от COVID-19 получили почти 22 человека. Напомню, что Минздрав России поставил задачу к началу лета привить 113 тысяч жителей Хакасии. Это поможет сформировать коллективный иммунитет. Ксюш, вот еще даже весна толком не наступила, а мне уже так хочется лета, солнца, моря. Эх, я бы так улетела куда-нибудь за границу. О, я знаю, кто сможет просветить нас в этом вопросе. Катерина Ярушина расскажет о ценах, о санитарных требованиях и о комфортном отдыхе за границей. Туристам из Хакасии особо не разбежаться в выборе мест для отдыха. Вылетов из Красноярска мало, как, впрочем, у открытых стран. В Занзимаре уже не сезон. Куба относительно недорогой вариант тоже не порадует погодой. Зато сейчас самый большой спрос на отдых в Турции. С мая должны открыть вылеты напрямую из Абакана. Санитарное требование есть сдать ПЦРТ за 72 часа до посадки в самолет и заполнить ХЭС-код. Соотношение цены-качество. И отдых для детей именно в том понимании, что это мини-клуб, что это детское питание, что это качественный сервис, что это прекрасное теплое море. Это, конечно, Турция. Туристы многие уже, не знаю, 10-й, 11-й раз или 20-й едут в Турцию. Некоторых туристов останавливают. Это ПЦРТ-сты. Ну, вроде как, их обещают. Мы посмотрим, не будем загадывать. Сейчас вообще что-то сложно прогнозировать. Может быть, их отменят с 15 апреля. Можно даже найти лакомый вариант за 80 тысяч на двоих в Турцию. А с 14 мая начинает приглашать к себе и Греция. Добираться придется самолетами из Москвы и Новосибирска. Без еды и отдых обойдется. В самом недорогом отеле от 60 тысяч рублей на человека. Шенген и ПЦРТ-сты обязательно. Альтернативу Турцию по спросу среди жителей Хакасии могут дать только Крым и Сочи, хоть и дороже. Предоплата, бронь уже, цена не изменится. Туры 100% в Россию состоятся. Никаких справок, если не санаторий. В санаторий расправки там свои требуются. И ПЦРТ-сты, и справка об эпидокружения. Если это просто отельники, и справки ничего не нужны. Да, туристы бронируют и август, и июль, и сентябрь. Доступны стали Эмираты из Москвы, но только острова. Сербия открыта, но там сохраняются жесткие санитарные требования. Туристы из Хакасии с нетерпением ждут отмены карантина на Кипре, который обещают открыть для массового въезда 1 апреля. Для внутреннего туризма предложения на лето туроператоры только разрабатывают. Остаются популярными туры по достопримечательностям, а сейчас все чаще берут путевки в санатории. Самый большой спрос приходится на санаторно-курортное лечение, где предоставляется программа реабилитации для переболевших коронавирусом. Это наши местные санатории, курорт озера Шара и санаторий Шушенский. Для поддержки внутреннего туризма правительство России в третий раз запустило свою программу кэшбэка. Каждый отдыхающий по России может вернуть часть затраченных на отдых средств. Акция запущена с 18 марта до 30 июня 2021 года. Рост туризма возвращает 20% с каждого тура. Максимально с одной транзакцией можно получить 20 тысяч рублей. Чтобы деньги вернулись, стоимость путевки должна быть оплачена полностью. Менеджеры отмечают, по кэшбэку можно вернуть и часть средств, уплаченных за путевку в санаторий. Для желающих воспользоваться этой программой в наличии должна быть карта МИР. Вот есть круговорот воды в природе. Есть такой. А есть круговорот оленей в Мурманской области. Это как? А вот так. С квадрокоптера сняли, как стадо оленей вводит хоровод для защиты детенышей и самок от хищных животных. Хотя рядом опасности не наблюдается. Слушай, вот ты мне сегодня с утра тоже опасность предвещала. Мол, дождь пойдет, зонтик возьми. А что? Я посмотрела прогноз погоды и что там? Что? Нету дождя? Осадков вообще нету. С первым апреля! Ой, тебя с первым апреля радость моя. Поздравляю. Ну а чтобы вы не попали сегодня в просаг, обязательно посмотрите наш прогноз погоды. Ведь в отличие от друзей, он не обведет вас вокруг пальца. В Черногорске и Усть-Абакане переменная облачность. Солнце будет выглядывать из-за туч в течение всего дня, но ближе к вечеру спрячется за облаками. Осадков не ожидается. Днем температура от плюс трех градусов ночи похолодания до минус пяти. Легкий юго-западный ветер и южный ветер до трех метров в секунду. Ясное утреннее небо Сорска ближе к концу рабочего дня затянет облаками. Легкий западный ветер не принесет снега и дождя. Средним днем минус три градуса, в сумерках минус шесть. Саиногорские Беи облачно и пасмурно, но обойдется без осадков. В обеденные часы до плюс четырех градусов, после заката минус три. Слабый западный и юго-западный ветер, местами возможны порывы до одиннадцати метров в секунду. В Белом Яре переменная облачность с прояснениями. Ни дождь, ни снег сегодня не пойдут. Слабые порывы западного и юго-западного ветра смогут разогнаться лишь до четырех метров в секунду. Аскиз не порадует солнцем, небо затянуто тучами. Синоптики не ожидают осадков. Днем температура поднимется до плюс четырех, ночью минус один. Слабый ветер с запада до пяти метров в секунду. В Таштыпе небо тоже угрюмое, в светлое время суток плюс четыре. В сумеречный период столбики термометров опустятся до минус четырех. Западный ветер пять метров в секунду не принесет снега и дождя. В Абазе тоже без осадков. С утра сквозь тучи будет пробиваться солнце, но в обеденное время небо затянется. Плюс три днем, минус пять ночью. Западный и северо-западный ветра с порывами до девяти метров в секунду. В Шара солнечное утро, но ближе к полудню на небе соберутся облака. Снега или дождя не ожидается за окном в светлое время плюс двенадцать. С наступлением темноты падение градуса до минус шести. Слабый ветер с запада со средней скоростью четыре метра в секунду. Баграт в начале дня тоже порадует солнце, но к обеду история вновь повторится и уже тихий юго-западный ветер принесет тучи. Его средняя скорость составит два метра в секунду. В Копьёво пасмурно с самого утра, но солнце будет проглядывать сквозь облака. Осадков не прогнозируется, легкий западный ветер до трех метров в секунду. Днем ожидается плюс два градуса, ночью похолодание до минус шести. В Абакане днем температура поднимется до плюс трех градусов, ночью похолодает до минус трех. Переменная облачность без осадков. В столице еле заметный слабый юго-западный и южный ветер. Его потоки составят около четырех метров в секунду. Влажность комфортная, высокое атмосферное давление. Коронавирус наконец-то отступает. И ни для кого не секрет, что врачам в этот период было очень нелегко. Наши студенты-медики совмещали учебу вместе с работой. Об этом мы сегодня и поговорим с директором медико-психолого-социального института ХГУ имени Катанова Оксаной Килиной. Оксана Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу первый вопрос. Расскажите, как совмещали студенты учебу и работу в медучреждениях? Более половины, наверное, контингента высшего образования, это за 250 человек, принимали участие в различных видах работ. Большинство из них были трудоустроены. Конечно, вот эта их отвлеченность от учебы наложила свой отпечаток на образовательный процесс. Мы старались часть материала организовывать дистанционно. Часть материала перенесли за счет изменения графиков учебного процесса. Например, на старших курсах, где у них предусмотрена практика участкового терапевта, мы просто летнюю практику перенесли на осенний период. И таким образом у нас еще более 80 ребят ушло на практику в поликлинике помогать участковым врачам как раз в период ноябрь-декабрь. Ну, все вместили. Да, то есть так получается, что мы выиграли время и дали возможность и помочь, и при этом не запустить учебу на старших курсах. Скажите, ну а как сейчас обстоят дела? Совмещение все еще продолжается или все закончилось? На сегодняшний день студенты, конечно, многие продолжают совмещать свою работу в разных отделениях. Многие остались работать и на скорой помощи, многие остались работать в отделениях. Конечно, те красные зоны, которые у нас были открыты во многих учреждениях, сейчас всем известно, что они закрываются. И оттуда ребята, естественно, тоже увольняются. Но многие из них просто остаются в других отделениях, и они являются, в общем-то, все равно ценными сотрудниками многие, особенно, кто себя хорошо зарекомендовал. Как они отработали? Вы ими гордитесь вообще? Ну, я ими, естественно, горжусь. И более того, я каждому из них признательна и благодарна за то, что они проявили в этот период, ну, такую, знаете, суперотзывчивость. Я хочу сказать каждому студенту МПСИ и Медицинского колледжа огромное спасибо тем, кто пошли в тот трудный период помогать в больнице. И отзывались на все просьбы, руководство, Минздрава, меня лично. Большое вам спасибо. Давайте вернемся к процессу удаленки. Вот кому было сложнее работать на удаленке? Студентом или преподавателем? Те студенты, особенно медицинских направлений, которые понимают, что их образование является практикоориентированным, и в первую очередь они должны получить не те только теоретические знания, но и практические навыки. Они, конечно, осознанно ждали, надеялись, спрашивали все лето, интересовались, выйдем мы или нет. Потому что важно учиться медикам не дистанционно, то есть это несовместимые понятия. Скажите, пожалуйста, вот если прямо сейчас, после этого эфира, кто-то из выпускников решит пойти учиться на врача и стать медиком, куда им обращаться? Ну, если он уже решил, то ему обращаться в приемную комиссию непосредственно, где он будет сориентирован по всем вопросам, какие документы. Еще ему можно обращаться в Министерство здравоохранения, если он хочет стать целевиком. То есть сейчас очень большой объем у нас подготовки ведется за счет целевых мест. Это дает определенные преимущества при поступлении. Там отдельный конкурс и на среднее образование тоже есть целевые места, но там немножко другая система, но тем не менее она существует. Определенный приоритет они тоже получают. То есть вот два места, куда следует обращаться. Закрепление целевиками, оно гарантирует то, что этот студент будет получать дополнительную поддержку от Министерства здравоохранения. Естественно, он будет получать место работы, в которое он должен отработать. Но если он будет заключать договор на предмет того, что он будет трудоустраиваться в определенной больнице, соответственно, какие-то особые льготы он еще может при трудоустройстве получить. Это все в индивидуальных договорах с Минздравом оформляется. Оксана Юрьевна, спасибо большое, что заглянули к нам этим утром и рассказали такую интересную информацию нам. До свидания. И с 1 апреля. До свидания. Ну а сейчас самое время узнать, что же ждать от сегодняшнего дня. Эфир продолжит очень необычный гороскоп. Овны, внимательно смотрите под ноги ваших недоброжелателей, так и норовят вам подкинуть банановую кожуру. Тщательно продумывайте шутки над членами вашей семьи. 1 апреля пройдет, а вам с ними еще жить. Тельцы, запаситесь терпением. Весь день вы будете чувствовать себя героем юмористического шоу. Сегодня вам лучше одеть белую рубашку или кофту, потому что шуток про белую спину точно не избежать. А так это будет хотя бы правда. Близнецы, сегодня ваш день. Вы сможете выйти победителем из любой ситуации. Тщательно осматривайте тюбик зубной пасты. Возможно, там уже есть горчица. Не злитесь на шутников. Лучше вместе посмеетесь. Они-то еще не знают, что у вас впереди целый год, чтобы обдумать для них сладкую и коварную месть. Раки, выключите все будильники, поспите покрепче и подольше. Ваш начальник все поймет и простит. Работа в лес не убежит, а вот здоровый сон – это важно. К тому же Меркурий сегодня на вашей стороне, и все накопившиеся проблемы решатся сами собой. Львам сегодня лучше на вас третюшки. Вокруг все уже знают то, что для вас станет сюрпризом. От шуток и розыгрышей лучше воздержаться. Они все пойдут не по плану. Девы лучше всех знают, как повеселить друзей и коллег. Вооружитесь белой краской, прочитайте пару свежих анекдотов и вперед. Успех гарантирован. Самое веселое приберегите для начальника. Он посмеется вместе с вами. У весов сегодня день приключений. Сходите в гости к друзьям, с которыми давно не виделись. Позвоните дальним родственникам. Старые добрые телефоны и розыгрыши актуальны всегда. Венера благоволит вам, а значит, все у вас получится. Скорпионам стоит освоить новую профессию. Это сулит вам хорошую прибыль. Хоть не денек, устроитесь в службу безопасности банка. Позвоните коллегам по работе, а лучше в отдел бухгалтерии. Они оценят вашу заботу и выпишут премию. У стрельцов день будет весьма прозаичным. С вами шутить никто не будет. Вас просто боятся. Друзья целый год после ваших розыгрышей просыпались в холодном поту. Пожалуйста, не тревожьте их в этот день. Возможно, юмор не ваша сильная сторона. Козероги. Сегодня вы придумаете лучшую первоапрельскую шутку. Звезды рекомендуют снимать ваши розыгрыши на видео. Юпитер гарантирует вам миллионы просмотров и лайков в социальных сетях. Главное, помните, смешно должно быть не только вам. Водолей. Ваша излишняя эмоциональность может порадовать ваших друзей. Даже если вы заметили кнопку на вашем стуле, не подавайте вида. Подыграйте. Пусть 1 апреля не порадуются. Их приколы хоть кто-то оценил. Рыбы. Сосредоточьтесь на работе. Пока все заняты шутками-прибаутками, вы сможете выполнить квартальный план в одиночку и получить солидную премию. В конце концов, хорошо смеется тот, кто смеется в день зарплаты. Итальянского мафиози, который скрывался от полиции 7 лет, нашли по кулинарному блогу, который он вел на Ютуб. Марко Ферена, Клода Биара, обвиняли в незаконном обороте наркотиков. На его арест выдали ордер, но преступник сбежал из страны и скрылся в Доминиканской республике. Вместе с женой он вел Ютуб-канал, где супруги делились рецептами итальянских блюд. Повар мафиози скрывал свое лицо, однако его выдали татуировки на теле. Преступника удалось задержать благодаря сотрудничеству Интерпола с итальянскими следственными органами. Знаешь, некоторым спецслужбам тоже пора объявить в розыск нашу Ирину Тапкасову, ведь ее рецепты слишком вкусные и крайне полезные. Всем привет! С вами Ирина Тапкасова и, как всегда, быстрые, вкусные и полезные рецепты. Если у вас остался вареный картофель, либо картофельное пюре, вы можете приготовить очень вкусный пирог картофельный без приготовления какого-то теста, без большого количества муки. То есть всего из трех ингредиентов. Давайте я вам сейчас покажу. Вот у меня здесь есть отварной картофель. Размельчаю. Так, добавляем одно яйцо сюда. Так, солю. Можно даже поперчить чуть-чуть. Так, это все я перемешиваю сейчас. Вот у меня сейчас здесь картофеля, грамм 300-400. На это я добавляю 100 грамм муки. Вот такое получается. Как на печенье, наверное, я бы сравнила тесто. Я взяла сыр моцарелла. Сейчас я его натру на терочке. Можно на крупной. Я взяла сыр моцарелла, потому что он нежный, со сливочным вкусом. Он как раз подойдет к картофелю. И сейчас мы с вами будем формировать наш пирог. Значит, наливаем растительное масло. Берем наше тесто. Я смочу руки. И вот так прям я его беру. Шариком. И выкладываю сюда. Вот таким кругляшочком. Делаю бортики. Кто хочет квадратный, кто хочет круг. Короче, делаем так, как вам нравится. Так, и сюда в серединку кладу сыр. Ну вот, подготовленный пирог. Сейчас я ставлю в духовочку на 20 минут на 200 градусов. Сыр расплавится, запечется, и наш пирог готов. Так, достаем наш пирог. Ой, как он зарумянился. Посмотрите, какой он красивый. Пробуем наш картофельный пирог. Да, сочетание сыра и картофеля очень хорошее. Хрустящий. Ммм, очень вкусно. Приятного аппетита, хорошего настроения и исполнения всех желаний. Кристина, а ты веришь в правила той ноги? Какой той? А, ты имеешь в виду вот это утреннее правило? Именно. Порой день идет не по плану с самого начала. Вот прям с момента вставания. Я, бывает, и сахар лишний в чай положу, и про кашу на плите забуду. Слушай, у меня такое тоже бывает. Но, конечно же, не так жестко, как у героя нашего следующего видео. Пожалуй, мне не на что жаловаться. По сравнению с ним, каждый мой день это просто праздник какой-то. Предлагаю продолжить веселье вместе с нашей любимой рубрикой «По приколу». Ты нормальный вообще? Я же тебя просила. Пожалуйста, ничего не сделай. Бессовестный. Ты бессовестный? Конкурс на лучший похряпник. Это лечебный похряпник. Повторим процедуру. У нас терапия. Хм. Подозрительно заманчиво. Сейчас проанализируем. Что у нас за? Отвесить похряпник. Что у нас против? Ничего. Действуй. Подлее, чем Сутулова. Послушайте, а у вас есть план «Б»? Нет ничего страшнее лапки. Один удар, и ты в катафалке. Внимание! Мастер спорта по похрянникам. Утиные выходки не пройдут. Пресекай. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok